Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы будем продолжать исследование послания к римлянам первоверховного апостола Павла. И отталкиваясь от текста 1 глава 32 стих, мы зададимся следующим вопросом. Как язычники могут знать праведный суд Божий, о чем говорится в этом стихе? Давайте прочитаем для начала этот стих. 1 глава 32 стих, послание к римлянам. Здесь говорится об язычниках, но говорится очень интересно. «Они знают праведный суд Божий». Выше мы читали, что о них же сказано об язычниках и извращенцах. Они называются «познавшие Бога». Познали Бога, хотя они прославили как Бога. А здесь говорится, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Действительно, в древние времена иногда грех объявлялся некой нормой, как и в наше время мы слышим, когда одобряют людей за их порочность, проводят какие-то парады достоинства и так далее. Откуда же язычники могут знать о грядущих судах Божьих? Мы уже касались отчасти этой проблемы. Знание о Боге, что Он есть, всеяно во всех людей. Далее. Нравственные принципы, как естественный закон, природный закон, всеяно в каждого человека, живущего на земле, о чем апостол Павел прямо пишет в этой же главе. И совершенно очевидно, что если этот нравственный закон присутствует в каждом, значит, каждый знает, что можно делать, а что делать нельзя. И, следовательно, имеет представление о судах Божьих, во время совершения которых с него спросят. Ну, что называется, по полной программе. Археологи в свое время нашли египетскую книгу мертвых. Причем они нашли ее в редакции, скажем так, это XV век до нашей эры. Но существует такое понятие, как литературная фиксация, которая позволила сказать, что происхождение этого текста уходит в более древние времена. В более древние времена. И чем для нас, христиан, XXI века, интересна эта книга, языческая книга? В этой книге содержатся оправдательные речи, которые умерший должен говорить, когда он будет встречаться с судами в том загробном мире, будет поставлен на суд. Там есть несколько оправдательных речей. И, живя, человек должен был выучить эти оправдательные речи, чтобы не растеряться, если он окажется на таком частном суду в момент своей смерти. И вот, читая эти оправдательные речи, мы начинаем видеть, что эти люди, древние язычники, которые жили без синайского откровения, они имели представление о том, что хорошо, что плохо, что является грехом, а что нет. Давайте посмотрим одну из этих оправдательных речей. Человек говорит. «Я не чинил зла людям. Я не нанес ущерба скоту. Я не совершил греха в месте истины. Я не творил дурного. Я не кощунствовал. Я не поднимал руку на слабого. Я не делал мерзкого. Я не угнетал раба пред лицом его господина. Я не был причиной недуга. Я не был причиной слез. Я не убивал. Я не приказывал убивать. Я никому не причинял страданий. Я не истощал припасы в храмах. Я не портил хлеб. Я не присваивал хлебы умерших». Ну, то, что клали рядом с гробницами. Как сейчас на могиле тоже оставляют пищу, а кто-то может забирать ее. Я не совершал прелюбодеяния. Я не сквернословил. Я не прибавлял к мере веса и не убавлял от нее. Я не обманывал. Я не давил на гирю. Я не плутовал с отвесом. Я не отнимал молока от уз детей. Я не сгонял овец и коз с пастбища их. Я не ловил в селки птицу богов. Я не ловил рыбу богов в прудах ее. Я не останавливал воду в пору ее. Я не преграждал путь бегущей в воде. Я не распугивал стада. Я не чинил препятствия. Я чист. Я чист. Я чист. Я чист. С точки зрения библейского понимания нравственности, морали – это высокие нормы представления о дозволенном и недозволенном. То есть все язычники знали, что суд будет. У них было ложное представление о богах, но знание о боге было всеяно в них. У них, может быть, неправильное представление о загробном суде, но то, что это будет, они знали. И они знали, от чего надо избавляться в этой жизни, а к чему стремиться. Это удивительно, поразительно. Как и сказал Павел, язычники, не имея закона, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Согласитесь, это высокая нравственность, высокое представление о нравственности, к которой люди стремились. И соблюдая эти принципы, они хотели входить в мир иной, в мир загробный. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели один из сложных отрывков Священного Писания по чтению послания к римлянам Первого Верховного Павла. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши с вами беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию. И берегите себя. И поделись этим видео.